я вернулась из москвы и был очень интересный разговор меня в аэропорт вез таксист и мы начали говорить о любви он такой жгучий армянин вообще меня поразила москва тем что очень много иностранцев узбеки таджики армяне везде на каждом шагу это просто просто трэш какой-то а таксисты да это вообще там они только сразу кто приезжает туда сразу в таксистов и самое главное что еще правило дорожного движения наверно даже не изучали потому что были такие моменты когда даже мне становилось страшно с какой скоростью как они водят но это ладно это отдельная тема так вот мы говорили с ним о любви и началось все с банального разговора о том что он спросил у меня сколько у меня детей я сказала что трое у него оказалось тоже трое только у меня мальчики у него девочки и потом он посетовал что жена его не любит потому что она от него сделала борта нет не родила сына и дальше мы начали говорить о любви так что же такое любовь он вынес на нее ответственность и мы пошли обсуждать эти темы и когда я сказала любовь это свобода он наш чуть не подпрыгнул за рулем для него туда свобода это значит у я по всем женщинам как хорошо ты говоришь женщина как ты правильно говоришь я тебя уважаю не он он сразу нет 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 это мужчины все разбегутся типа вот женщины держат их вот так чтобы они не бежали вот зачем они от них делают аборт и вот тема любовь и свобода у нас возникла и и было очевидно что человек вообще не понимает что как связана свобода и любовь и когда мы начали говорить про искренность про чувства потому что это был шок у человека вообще да потому что и любовь не осознается то есть она искажена на самом деле в обществе да и точно так же свобода искажена в обществе среди людей и именно поэтому вот это искажение этот вирус до внесенный в это поэтому воспринимается свобода любовь свободно это юху во все тяжкие да 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 свобода это значит я направо налево в бразилию давайте слетайте на карнавал там специально под это дело разводится под карнавал потом снова жена а ведь свобода и любовь это об искренности вот когда искренность тогда нет искажения когда чистота а что такое чистота что такое искренность это когда прозрачность это когда это когда ты действительно знаешь это можно даже сказать природный иммунитет это тоже о свободе то есть но это я образно так то есть свобода и любовь это когда ты полностью доверяешь ты тоже даже не то что доверяешь у тебя ты искренен с человеком тебе с ним хорошо и у тебя нет мыслей а вдруг там что-то не так а вдруг а надо мне его схватить захватить или ее то есть нет выгоды да а ты просто вот живешь в свою знаешь как в моменте здесь и сейчас потому что если у тебя есть страх страх это искажение если у тебя есть страх значит уже в моменте здесь сейчас тебя нет тебя уже выбило либо в будущее либо в прошлое ты уже где-то там но видишь что еще вот в общении с человеком мы четко четко было понятно видно что в основе искажения у человека лежит ложь вот просто ложь и за ложью сразу вы нас ответственности а за выносом ответственности сразу я уже прикрыл что я нагадю да вот тик 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 искажение на искажение но при этом понимаешь но благо в этом случае речь человек не деревянный был а ежи люди еще и деревянные то есть посмотри сейчас сериалы которые активно разбрасывает тик ток и так далее там берут какую-то примитивную там вариант вот есть женщина она нихрена не чувствует вот она такая правильная деревянная идет на пролом есть встречаются такие же деревянные мужчины которые шалят на разные темы и то есть вот это вот этот примитивизм снимается сейчас фильмах и ты знаешь я даже иногда задумываюсь культура то стала уже совсем не культурой то есть примитивизм идет в массы даже сравнить с эпохой советского союза где примитивность была где жестко все делилось на правильно и неправильно но во всяком случае там были какие-то элементы более сложных конструкций чем сейчас сейчас мало того что это правильно и неправильно оно размыто так размытые все сложные конструкции то есть все упрощается все размывается думать головой не надо за тебя уже подумали идеи роботизирована вперед и вот тебе описали что хорошо что плохо в общих чертах и ты пошел и при этом ты полностью ограничен это уже не о свободе соответственно любовь как чувство она полностью отсутствует люди становятся закрытыми и деревянными при этом раздувается это очень важное эго и успех человека меряется тогда деньгами да и все человек смотрит на другого человека через призму денег денег в чистом виде и даже вот что меня в последнее время обескураживает потому что вот возьми тиктокеров популярных чего начинается люди берут картинку вплоть до того что вот там новый человек раскручивается сейчас тик токи и он начинает вот я и стою в недвижимости которая стоит 3 миллиона долларов смотрите какой я крутяк это не твоя во первых недвижимость начнем с этого а во вторых причем тут это к тому что ты говоришь и таким образом вот начинает работать лохотрон те кто на жадности его за ноздри повели все он уже спекся и я когда на вот эти вещи смотрю а те которые на скупости они сразу так раз закроют шторки скажут это не мой контингент не 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 но он же успешный может он мне работу даст да и так будут подглядывать да а кто-то же пойдет а кто-то пойдет пойдет тот кто я лидер я лидеры но мозгов нет ни там ни там на самом деле то есть вот это искажение но вот с лжи когда идет заход это конечно но это сумасшествие видишь и ложь она распространяется как вирус и не замечается вернее обходится вот вот так она обходится и каждый закрывает глазки каждый закрывает и думает ну потом ну потом потом кто-то но я ж не могу да и а вот сейчас я могу эту выгоду себе схватить и не понимает что глубже и глубже в сеть закапывается закапывается собственным да и таким образом все любовь как та самая настоящая свободная красивая чистая любовь она исчезает ее нет она даже не то что исчезает а ее нет вот смотри вот если мы говорим давай зайдем с другой стороны да вот просто с другой вот есть семья мужчина и женщина у них есть дети и их отношения через чувство любви свободны тогда женщина будет проявлена ярко у нее будет развиваться интеллект у нее будет развиваться ее проявление она будет скорее всего иметь свой бизнес или свою какую-то реализацию в любом случае это будет ее выбор это ее вода она выбирает ограничен да точно так же и мужчина и тогда они рука за руку идут по ромашковому полю да грубо говоря наш образ который мы часто загоняем подсознание очень хорошо принимаем и подсознанием но возьми религию женщина должна ну матрону сделали из нее до длинную юбку одели хустку повязали и нужно и должна и всем должна и пошло возьми государство мужчина это ведущие роли женщина вторые роли далеко ходить не надо сегодня была у нотариуса писала ребенку согласие да и значит нам распечатали и внизу две строки и мне сказать нам сказали первая строка обязательно мужчина и никак я говорю а что это за ограничение ну так положено у нас мужчины впереди представляешь вот это и зарядить не надо это же скажи это уже не о свободе да и сразу разрисованный ролик кто что должен мужчина должен защищать значит будем воевать мужчина должен зарабатывать значит у нас будут паразиты если на одного вынес ответственность мужчина должен 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 расписали да мужчинам разрешено гулять потому что они вот такие мужчина который изменяет это классный самец а женщина который изменит это сюда так подождите они делают одно и то же более того мужчина изменяет женщиной или он с животными ходит но сейчас конечно же и мужики с мужиками валят но и живот но мы сейчас не безумий так о чем здесь говорить если разделили изначально пароля точно также женщины правильная жена это которая сидит дома не работает стирает готовит но муж при этом приходит домой и говорит я с тобой разведусь потому что ты в халате домашних тапочках а любовница там на каблаках на каблуках и задница поднята как у мартышки готова всегда и это нормально это про любовь так где тогда вот эти искренние отношения они изначально перевраны в нашем социуме они изначально перевраны просто уже ограничениями да и плохой хороший все нет свободы да 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 нет значит слово равноправие но это не об этом нет целостности вот этой 100 на 100 как мы говорим не 50 на 50 вот как раз 50 на 50 это инвалид и инвалид то есть вирус и вирус да а вот 100 на 100 это именно целостности причем смотри по парадоксу ведь это не значит что женщина сейчас возьмет пилу топор и будет руни nghир раз и на далее просто женщине это не интересно это естественно но есть то что интересно мужчине и есть то что интересно женщине и когда они рядом они каждый добавляет свой интерес tube cosa и у нее помни друг да и тут опять-таки до дополнение это не значит что 50 на 50 опять-таки до каждый отдых каждый выполняет то То, что ему нравится, во-первых, и то, что у него получается, и то, что как бы, ну, сказать положено, это уже опять ограничение. Что нравится каждому? Что нравится? По кайфу. И иногда, ты знаешь, есть вещи, которые, ну, вот они изумляют. Вот я в эту субботу на даче обкатывала измельчитель веток. И ты знаешь, это вообще считается мужская работа, да? А ты кайф получала? Я так тащилась. Ты туда вставляешь, он так дррррр. Как мясорубка. И труха разлетелась. И так весело ты знаешь. Усилий особых прилагать не надо. Но я как ребенок тащилась. У меня такой, у меня был такой щенячий восток. Это о свободе? Это о свободе. Вот она, искренний интерес. Это свобода. Вот она, свобода. когда ты не ограничен, а я хочу вот это, и кайфуешь, да, вот оно. И просто вот этот кайф, казалось бы, дурацкая работа, да, но я прокайфовала, потом эта машинка перегрелась, и ее надо было оставить остужать, мы ее ставили остужать. Это Наташа разкулялась уже, как это понравилось ей. Она в грецкий орех пошел, там толстые ветки, она реально очень сильно потрудилась. Вот. Поэтому я вот, когда смотрю на проявление, разделить на мужское и на женское, ну, наверное, нелогично, глупо и не имеет смысла. Но когда ты свободен, когда ты в кайфе, то тогда у тебя будет и этот детский восторг от того, что ты делаешь. И все будет получаться, все будет гореть. Это действительно то, что надо. И это действительно о любви, об отношениях, об искренности, обо всем. И тогда не надо будет выносить ответственность, и тогда не надо будет говорить, там, жена плохая, или муж плохой, или еще кто-то, там, осуждение, критика и так далее. Тогда каждый, знаешь, как берет ответственность на себя. Когда свобода, это каждый берет ответственность на себя. Все. И не перекладывает ее на другого. Вот это об этом. Все про ответственность. Да, да. И не то, что, вот я вышла за тебя замуж, а ты такой-сякой. Ну, ты же, где твои глаза? Тебя взяли, что ли, мешок на голову или что-то там привязали? Ты не свобод. Или там он говорит, вот она такая-сякая. Я тебе дала лучшие годы своей жизни. Хотя кто-то просил и забирал. Да, да. А на самом деле мы точно так же и детей своих ограничиваем. Когда вот точно так же говорим им, навешиваем, что вот так должно быть, так не должно быть. Я тебе и образование там дал, и там еще что-то, да. Я тебе ночами не спал. Теперь ты мне должен. Все, вот этот должен грузом ответственности и потянул этот муравей огромное бревно. Передавать из поколения в поколение. Да, и этот долг на самом деле обременяет. Кстати, точно так же зачастую... Вот это род, кстати. Это род, да. Зачастую точно так же обременяет наследство родительское. Да. То есть родитель считает, что он там недостроил, пускай даже дорогой дом, недостроил. И он считает, что он передает своему ребенку, так ты же наследство получил, ты сюда продать сможешь это и так далее. А этот дом, он обременяет ребенка. Ребенок сам, взлетев, может купить не один такой дом, и лучший дом и так далее. А родители из лучших побуждений это делают. И точно так же обременяют движимостью и недвижимостью. И потом упреками, так я же тебе дал, я на тебя жизнь свою потратил и так далее. И тогда, да, тогда уже зависит от того, как ты себя в этот момент чувствуешь, да. Этот грустный камень этот на тебя вот так, да. Или ты говоришь, спасибо, благодарю, но я свободен, да. И как бы разные времена. Так получилось. Но я тебя там, вас, родители, благодарю. Ну, вот у меня в моей жизни, на самом деле, было именно так. Мои родители копили деньги, ну, тогда так принято было, на трехкомнатную квартиру детям, да, вот одной дочке, второй дочке. Копили деньги. И тогда они накопили сумму, действительно, на первый взнос, как у них там считалось, на трехкомнатную квартиру. А когда я вышла замуж, было как раз время перестройки этой. И мы попали. И деньги эти, они обесценились, но еще тот момент был, когда первый взнос ты уже на квартиру не сделаешь с них. Да, было так. Но при этом получилось так, мы вот эти, они нам подарили, и они, родители, они рады были, да. А мы эти деньги взяли смело, мы им сказали, что мы можем им распоряжаться, как хотим, да. И мы тогда купили, на то время тогда было, там эти магнитофоны, что-то такое было. И мы хорошо очень, на самом деле, тогда выиграли на этом всем. Вот. И родительская заслуга была. Я видела, что им больно было от того, мы хотели квартиру вам, да. Но при этом они понимали, что, ну, вот так получилось. Они боялись, они только единственное, что боялись нам, как бы, правильно ли мы делаем, да, но в то же время не препятствовали. И потом, спустя время, они увидели, что мы все правильно, мы вовремя очень, все правильно сделали. Прям вообще вовремя. И вот это их порадовало. Но они молодцы в том плане, что они не сказали, что нет, эти деньги, мы на квартиру, и вот вы как хотите, а мы вам не даем на то, что вы хотите, да. Не ограничили нас. И мы благодаря этим деньгам поднялись с мужем. Тогда, вот на тот момент, хорошо было, мы вовремя схватили. Но не квартиру, как они хотели, но... Видишь, в моем случае я волокла 25 лет карму в виде дома. И мне его и оставить было тошно, и бросить жалко. И сделать нормальным, я понимала, что это... Ну, дешевле построить заново. И он висел, видишь, как груз. Тяжело было. Вроде как жалко, ну, родительское, да, вот как бы, понимая, что вложились, старались. И я уже понимала, что было бы и другое место, и другой дом, и дешевле, и лучше, и качественнее, и все. И уже деться некуда было. То есть реально 25 лет. И мы, кстати, вот если вспомнить наши ссоры с мужем, то это были только на тему этого дома. То есть рот вот так крепко держал, вот эта родовая недостройка. А потом, когда я это дело завершила, у меня просто камень с плечей. Я сейчас знаю, что я могу в любой момент продать это. Действительно, да, может быть, это пока не в плюс, но со временем это будет в плюс. Вот. То есть уже в этом варианте, как он сейчас, уже, да, это тоже можно продать. Конечно. Вот. То есть, ну, это было, конечно, ярмо. Ну, да, я знаю. Да, вы тоже заметили, как напряжение возникало. Просто пфу, на пустом месте. Да. Поэтому я, когда думаю о своих детях, я понимаю, что хочешь подарить, да, подари деньги, либо подари готовые, вот целиком готовые, под ключ, и дальше дай возможность. Вам надо продать, продадите, вам надо жить, живите, делайте, что хотите. Самое главное, вот именно последнее. Свобода. Хочешь, подари. Подари свободно, искренне. И не жди, не обязывай, не ограничивай, не ставь свои правила. Захотел подарить искренне, подари. Не важно, что ты можешь и сколько можешь. Делай это искренне и дай свободу. Все, отпусти это. А не ограничивай, не цепляй, что вот теперь вы должны, я же, потому что я вложил. Нет. Если ты считаешь, что я же вложил, я трудился, все, ты не передаешь свободу, ты передаешь груз. Все, этого нет. Это уже не искренность, это уже твое навязывание. И вот смотри, любовь-то да, свобода. Конечно. Вот реально свобода. Да. Не ты должен, а свобода. Конечно. Полностью. И тогда любовь-свобода и от тебя, как ни парадоксально. Да, это да. А теперь смотри, детско-родительские отношения, вот опять парадокс. Старенькая мать все там сделала для своих детей, отдала всю себя, действительно в любви, отдала всю себя. И потом она не нужна. Вот казалось бы, свобода. И в то же самое время в любви, когда это в любви, она нужна, о ней заботятся. И никогда не возникнет, чтобы она была одна. И тогда не возникает напряжения. А напряжение возникает, когда вместо любви ты должен. Да, только тогда, когда нет свободы, когда ты должен. Должен... Играть в мою игру. Да, должен... Как это? Поддерживать. Должен... Как изначально говорит, вот мы детей растим для того, чтобы подать было кому в старости стакан воды. А ведь у ребенка, может быть, я хочу... Да. А это не рассматривается. И, кстати, и обрезается. Вот попробуй, к старому родителю привези там много продуктов, сюда. Ну, зачем вы на меня тратитесь? Да-да-да-да. Люди даже принимать не хотят. То есть изначально все... Родитель должен своим детям, а дети потом вот на старости досмотрят. А родители потом... Они потом и говорят, а зачем? Ему ничего не надо. Ей ничего не надо. Да, хлеб и вода. Ну, просил же стакан воды на старости. Но на самом же деле это так. Да, так оно к этому приходит. Родитель, обесценивая себя, он дает ребенку такой именно пример, что я обесценен, меня не надо ценить, ты главная иди. И вот это ты главная иди, ты главная, да. И получается, нет вот этой любви настоящей, когда она такая теплая, и ты... Ну, просто при настоящей свободной любви невозможно даже представить, даже, ну, представить оставленного родителя или оставленного ребенка. Да. Это вот оно, естественно, как я говорю, природное, вот как в природе, естественный обмен, там, естественные процессы, природные процессы. Но это через призму любви будет. Да. А любовь, она в моменте здесь сейчас, точно так же, как счастье в моменте здесь сейчас. Только здесь, вот она, в центре. Если ее нет, в центре, да, если в центре правила, страх, ложь, короче, искажение, то все, значит, если здесь искажение, значит, здесь искажение. Все. Да, да, да. Если здесь любовь в центре, то и здесь любовь. Мы же это знаем. Чем ты наполнен, то ты видишь в мире. Да. А в искажении, получается, идет подмена. И вот смотри, вплоть до таких проявлений, когда даже шутки на эту тему считаются нормальными в Камеди Клабе и так далее. Тема пенсии. Тема приехать к матери, забрать, там, она пенсию получила и, там, подарки, чтобы внукам дала, деньги внукам дала, еще что-то. Это ведь, ну, вот возьми обычную деревню. Вот. Это считается в деревне нормой. На самом деле ужасно, когда дети, это дико. Это внуки, дети приезжают именно к матери, только за деньгами. Если у матери уже нет денег, то они могут и не приехать. Вот это ужасно. Это дико. Это просто, да. Это, ну, каждый хочет сказать, люди, но вы же думаете, думайте, просто думайте, где ваша голова. Но при этом, вот, это витает в воздухе, когда ты в деревню приезжаешь. Это разговоры на эту тему есть, ведутся. Вообще, соседи даже на эту тему могут вопросы задавать и так далее. Типа, а какая у нее пенсия, там, это просто стоит. Это ужасно. Ну, знаешь, это как тебе подошли на улице и говорили, сколько ты срабатываешь. Ты срабатываешь. Сразу. И ты в нокаут. И в нокаут, да. Это, ну, просто даже, я не знаю, это ненормальность. Ну, это ненормальность. А в деревне, видишь, это нормально. И все знать о всех, да? И все знать о всех. И в момент, когда встречаются люди, как твои дела, рассказывать, ой, у меня все плохо, и здоровье плохо, и жаловаться. Да. Вот это вообще вырубает. Да, да. То есть ты смотришь и думаешь, И тогда становятся и ахают вместе. Ой-ой, да. И у меня. Обменялись своими болячками. И у меня. А я так часто тоже. Бывает вот конкретно прям. Знаешь, тут даже у меня был даже интерес. Я сама даже. Вот, короче, идут две женщины, допустим, да? Просто специально даже. Смотри, разговариваю. У меня свои дела, да? Но меня улыбнуло. Вот идут, а я так, знаешь, у своих. И так думаю, ну вот тема явно сейчас будет то, о чем я думаю. Знаешь, так подхожу и слышу точно. Вот у меня там дети, там то-то, то-то. Ай-яй-яй. А зять там такой. Вот как раз таки. Другая пара будет идти про болячки рассказывать. Я столько на лекарства денег. Понимаешь, вообще просто другого нет у людей интереса. А сто лет назад еще жаловаться на жизнь, на здоровье и так далее. Это было признаком дурного тона. Смотри, как деградировало общество. Так на самом деле оно деградировало? Ну да. Это правда? Ну ты прикинь, сто лет назад, чтобы мужчина вышел на сцену в женских колготках и там шоу устраивал. И вообще, чтобы на сцене выходили и гордились тем, что они пидоры. Вот ты можешь так сказать? Что еще на сцене? Гораздо дальше зашло уже все. Я когда в жизни не сталкивалась, вот в моей жизни как-то, ну не знаю, вот в моей реальности проносит, мимо так пролетает. это не моя тема, не отражается. Оно всегда та тема, которая в тебе, либо ты в этот момент на эту тему какие-то инсайты, там знания, да, вот размышляешь, обязательно ты можешь подтверждить. Когда ты как на сцене видишь разворот событий. Обязательно, да. Либо когда, то есть то, что внутри ты носишь, твои мысли, то есть то, чем твой мир наполнен внутренне, обязательно будет это проявлено снаружи. Вот точно так же, когда я в школе, я очень любила математику и решать, решать, и если я вдруг какой-то пример не могла, или задачу не могла решить, вот не могла, не могла, а мне это нравится. Я засыпала ночь, утром я просыпалась с решением. То есть внутри, о чем ты запускаешь, это обязательно будет проявлено. В моей жизни была сцена одна очень интересная. Это вот, мы тогда с тобой разговаривали, это когда я осенью ездила в Польшу и ехала через погранный переход Берестовица и из Польши возвращалась, там была очень большая очередь и места в очереди продавали. И польская полиция контролировала, чтобы там типа не продавали места, там и драки были, и все. И вот я тогда, вот это было, вот вообще, вот машина передо мной и вот поле, где разворачивалась, разворачивался спектакль под названием «Польские полицейские», потом дальше спектакль был «Польская таможня», потом дальше «Белорусская таможня». И ты знаешь, я вот, видя весь этот спектакль, тогда ехала по машине, и у меня одна мысль, думала, блин, это все ребята-сидельцы, вот, просто время не пришло, должно подойти время, и все равно всех посадят. Вот всех посадят. Ну, по-другому не может быть. Это салавни-разбойники, которые собрались и устроили... Это, как знать, концовку сериала заранее. Заранее, да. А почему? Конец детектива. Да, потому что шаблонное все. Да, и потом, когда мы были в Бразилии, когда закрыли этот погранпереход, и потом новость такая приходит, что пограничников арестовали. Да, 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 да. Я помню даже смех взял, думаю, а ведь тогда, когда это шоу с польской полицией и разворачивалось там, но оно очевидно было, что, ребята, сидеть во всем не пересидеть. Да, когда ты не спишь, ты просто видишь очевидное. Да, да. Когда ты не болван, то видно сразу. Да, это все было очевидно, это все... Просто ты смотрел на это, да ну нафиг, ну не может быть. Просто время тогда не пришло, но это все было очевидно. Один раз проехав, ты можешь вот эти все вещи потом абсолютно нормально замечать в поведении людей, в разговорах. Мало того, ты сразу, да, ты сразу видишь, смотря на человека, ты сразу же увидишь, какая у него жизнь. Какая, мало того, какая у него концовка жизни. А почему? А потому что оно у него все прописано, я все ими смеюсь. Действительно, гороскопы, что там еще, где там прокладывают эти на... Астрологические. Астрологические. Это действительно прописанная карта, она действительно на человеке сработает, потому что человек выполняет программу свою. И поэтому, глядя, а когда ты... И даже фидеогномика, ты смотришь на лицо и понимаешь, какое программное обеспечение там записано. Да. И ты сразу понимаешь, какие у него ждут впереди события, как у него жизнь закончится. Ты просто наперед это знаешь, потому что это очевидно. Это очевидно, да. Ну, вот просто как... Как и даже пример привести... Ну, как программа, которая вот проложена, и ты просто знаешь, вот начало у программы такое-то, и разворачивается событие. Ну, естественно, не событие, а как оно будет работать именно так. И концовка, она вот так завершается. И вот на человеке прям штамп. Штамп. Более того, ты знаешь, я иногда начала замечать за собой такую тему, когда я знаю, что концовка у человека будет не очень, я стараюсь убрать этого человека вообще любой контакт с ним, чтобы у человека не было возможности вынести на нас ответственность, сказать, что это они плохие, мне что-то сделали, или еще что-то. Ты можешь заранее человеку сказать, чем закончится. Так оно сразу уж вижу. Оно уже видно, да. Я тоже это вижу, да. Но просто человек даже в этом вопросе, в автоматизме, он вынесет ответственность на кого-то, в данном случае на нас, за то, что ты ему скажешь заранее, чем его жизнь закончится, если он будет идти вот этой дорогой. Мало того, что путь не изменит, так еще и ответственность вынесет. Поэтому я когда это вижу, робот-автомат, не иди своей дорогой. Она у тебя тупиковая, знаешь. Ну, даже у нас же недавно было, я же тебе тоже, да. Ты мне присылаешь конкретно. Конкретно человек. Да. Было такое, поэтому... Ты просто уже видишь, что это вообще... Знаешь, это как в суп, знаешь, это как опыт, который... Ты вот суп варишь, и ты уже знаешь, вот какой хочешь, чтобы суп был, и ты знаешь, какие специи туда добавить. Вот это об этом. Не положил лаврушку, значит, не будет. Да, да. Викуса лаврушки. Да, да. Ну, вот это же об этом. Да. И поэтому, когда смотришь на человека, ты понимаешь, на что он способен. Да. Сразу. И смысл там, знаешь, как я весь мир спасу. Зачем? Когда ты видишь, что человека просто... А мир уже спасен. Да, мир спасен, ну, как, знаешь, как... И бессмысленно. Он человек глубоко в спящем состоянии. Он глубокие сны видит. Он идет четко по расписанному пункт А, пункт Б. Да? Ну что? Яся хочешь облизать? Да ладно, полежишь. Ясь как-нибудь без тебя разденется и погуляет. Лежи. Хорошая моя. Вот это про искреннюю любовь. Столько любви, столько дружбы, столько открытости, столько преданности. Животные, конечно, они отличаются от людей. Да? И в какую сторону ты отличаешься от людей? Да. Классно это наше. Но друг искренний и преданный. Да? Поэтому если возвращаться к теме любви, то тема любви всегда предполагает свободу. Точно так же, как и деньги, это тоже свобода. А деньги вообще большой инструмент. На деньги можно выделить целую большую тему, потому что деньги, деньги это не просто свобода. деньги дают и очень много возможностей. Так, конечно. И перекрывают те вопросы, которые бы человек решал, например, тяжелым трудом, он может просто закрывать деньгами. Да. Легко. Именно поэтому деньги – большая ловушка для человека. Большая ловушка. Да. И человек, бежа за деньгами, за этой ловушкой, он попадает в эту ловушку и попадает в тяжелые условия, потому что он за ними, знаешь, как по вертикальной горе будет скрепстись и назад скатываться, скрепстись, потому что у него зацеп, то есть вот это за деньгами, потому что деньги дают много, они действительно дают много. Потому что и не в материи, и не в сознании, он не в развитии, он не там, не там. Если бы у тебя развивалось сознание, у тебя был бы интерес, у тебя было яркая жизнь, у тебя было бы счастье и так далее. Если бы ты был в материи, тебе бы хотелось эту материю создавать, творить руками, проявлять ее, что-то делать, но это ты делаешь. А когда ты чисто за деньгами, то ты скользишь, ты и не делаешь, не ловишь кайф от материи, и ты не развиваешься, не ловишь кайф от интереса. И получается, что ты застрял, и все, ты не там, не там, и ты нигде не нужен, и тогда ты не нужен сам себе, жизнь теряет краски, теряет интерес, приходит депрессия, приходят наркотики, лекарства, болезни, и все, ты скатился. Когда человек идет за деньгами, ничего хорошего от этого не будет. Да, потому что деньги тоже, это свободно, свобода, да, и деньги, они любят интерес. То есть, там, где интерес, там, деньги. Там, где искренность. Да, 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 да. Поэтому, опять-таки, свободу за деньги. Вот смотри, если ты говоришь о покупке свободы за деньги, да, там, например, выкупил из тюрьмы, там, ну, как-то есть освобождение под залог, да, вот казалось бы, но это в материи, ты не в деньгах, ты в материи при этом. Да, да. Речь идет о материальном, а в материальной игре, это игра, проявленная в материи, а когда там духовные какие-то через деньги, там будет развитие, интерес проявленный в материи, в сознании. А когда деньги ради денег, и все, цикл, и жизнь неинтересна, ты имеешь, казалось бы, весь мир. Деньги ради денег, да, да. И при этом тебе неинтересно жить, при этом у тебя нет любви, тебя не окружают любимые. Ты можешь купить миллион самых стройных, красивых, молодых, невинных женщин, и что ты станешь счастливым от этого? Нет, они не подарят тебе ни счастья, ни молодости. Ничего. Ничего не подарят. Они будут с пустышками, равносимы, как резиновая кукла. На самом деле, ты обманешь самого себя. Ты просто живешь в обмане, и все. Ты живешь в обмане. Ты застел. Да, во лжи. Представляешь, во лжи. А это значит, живешь в болезни. Да. Искажение – это болезнь. Мир в болезни. Мы живем в болезни. Вот если взять по общему подобию, то мир болен, и мы все болеем. Потому что мы в искажении. Во лжи. Ложь – это болезнь. И причем в искажении, как бедность. Да. Как недавно смотрела, наблюдала просто за мужчинами. Интересный момент, когда тебе приходится где-то сидеть, долго ожидать. Вот. И поведение мужчин. Даже как-то засмеяться было, хотелось. Бойся мужчин на дешевых автомобилях. Да. Скряжистые, зажимистые, жадные. И, казалось бы, порог, да. А с другой стороны, возьми другую грань. Да. Если он в спящем состоянии, суть не в том, беден ты или покат. Суть в том, что твое сознание спит. Да. Ты спишь, ты в коматозе. И ты настолько увлечен либо материей, либо деньгами. Но ты не в сознании. Сознание выключено. Оно в ловушке. Оно в циклической ошибке. Оно молотит. Ты в ловушке. Да. Ты в ловушке. И ты наблюдаешь тогда со стороны за человеком. И ты знаешь следующий шаг, которым будет... Ну, следующий. Потом болезни. В семье как будут развиваться. И так далее. Информация идет. И понимаешь, ну, это капец. Это... А смысл? А зачем ты тогда жил? Вот смысл жизни. Неужели человек никогда... вот в спящем состоянии не может себе сказать стоп и задать себе вопрос, а зачем я живу? Чтобы посадить дерево. Потому что деревьев мало на земле растет. Смысл, да? Вот смысл жизни. Вырастить сына, размножиться. На хрен ты размножаешься? Построить дом, что домов мало. А смысл? Зачем ты рождался вообще? Зачем ты жил? Вот зачем ты приходил в этот мир? И человек же на самом деле ищет всегда, какой смысл жизни, да? Очень часто. Это ищут те, кто же пытается проснуться. А большинство даже не ищут. А большинство дерева, что там, да? Дерево, дом, сын и все. Да. И даже не задумывается над смыслом, да? Да. А на самом деле какой смысл? Ты просто живи. Вот скажи, просто живи. В интересе. Будь в искреннем интересе. То есть, на самом деле открыт. Но это не значит, что я рубаха-парень и так, знаешь, так, да? Направо и налево. Нет. Ты просто наслаждайся тем, что ты сам себе дал. Наслаждайся возможностями тела, наслаждайся возможностями мира, жизни. И что ты можешь? Возьми. Вот не смотри, что кто-то может, а занимайся тем, что тебе интересно. Вот это о свободе. Это о свободе. Это о любви. Это о любви. И это о возвращении к себе. Да. Потому что не бывает любви без возвращения. Ну, понимаешь, тогда смысл жизни становится стать самим собой. Только. То есть, будь самим собой. Не стать, а будь всегда самим собой. Да. Именно выскренность в открытости, кайфует. Тогда остаются только моменты здесь и сейчас. И заметь, он тогда не ограничен продолжительностью жизни. Нет, конечно. Она не стоит у него перед носом морковкой. Я сегодня под одним роликом в ТикТоке написала комментарий. Там мужчина с очень умным медицинским видом утверждает, что количество яйцеклеток у женщины с рождения определено еще до трех лет. И оно постоянное в жизни. Оно неизменно может только уменьшаться, если там женщина курит или пьет алкоголь. Умный мужчина. Да. И вот он это все так пум-пум-пум научно говорит. Ну, во-первых, ни один врач не посчитал количество яйцеклеток, которые будут выработаны за жизнью женщины. Это предположение. Но никак это не может быть догмой. И вариантов, как просчитать эту догму, их просто нет. Это невозможно. Это предположение. Это выдается за святую истину, в которую, если человек, если женщина поверит, что у нее ограничено количество циклов и выработки яйцеклеток, она это создаст. Она это создаст. И, соответственно, она быстрее уйдет в менопаузу. Если она от этих всех вот этих вот мусора избавится, если она действительно сознание развитое, которое может выкинуть, отфильтровать вот этот шлам и выкинуть, то у нее будет другая история. И когда я оставила свой комментарий, этот врач оставил смех. Такой ха-ха-ха. Типа тут глупая женщина нарисовалась на горизонте. И ты знаешь, я понимаю, что, наверное, это естественная реакция ограниченного человека, который никогда не задумывался, какой бред он несет. Но он считает вредом то, что говорим мы. Да, да. У человека, у которого есть границы, нет свободы, он ограничен. Нет свободы. И поэтому он свободу не воспринимает. Он свободу воспринимает как сумасшествие, как искажение. Но ведь смотри, оно изначально откуда корнями пошло, где родилось, где зерно было посеяно. Общество напоминает сидящих в темнице. Вот они сидят в пещере, в темнице, солнце Бога, они вынесли. Говорят, там Бог, Бог что-то дает нам. Бог нам определяет, сколько нам здесь сидеть. Бог там то, Бог там это. Но они никогда не пробовали вот раздвинуть границы и выйти на свет и посмотреть, что мир-то на самом деле красивый. И этот мир полностью творится в твоей голове. И никакой объективной реальности нет. Есть только та реальность, которая в твоей голове. Кстати, мне в этом плане понравилось в последнее выступление Черниговской, где она даже говорила, реальность называла мирами. И где она говорила о том, что никаких объективных миров нету, есть только те миры, которые есть в голове у человека. Правда, она тут же ответственность вынесла на мозг и говорит, что это мозг определяет. Ну, какая разница, на кого она успела вынести ответственность. Но во всяком случае терминология у нее была уже, да. От инфодайм. И это уже прекрасно, потому что на самом деле есть только тот мир, в котором живет человек. Конечно. Тот мир, который создан им, его сознанием. Который он носит в себе. То, о чем он думает. То, о чем он именно, в чем живет. Как он воспринимает. Внутреннее его, да, как он воспринимает это все. Вот в нем это внутри. Который сам создает. Да. Он это видит, потому что он это и создает. Это вот тот пример, который мы с тобой говорили. Если ты задумался над чем-то, то обязательно ответы будут тебе снаружи. Ты будешь это видеть, эту тему снаружи обязательно. Часто же ведь мы говорим, там, вот думала об этом, это, смотри, вот пришло. Да, факт только замечать. Да, да, да. И на самом деле, и науке пора вернуть ответственность за вынос сознания с мозга убрать, а вернуть во все тело. Наконец-то, да. Сознание живет во всем теле. Нет у нас бессознательных клеток тела. У нас все тела, клетки тела... Нет бессознательных рук, которые бессознательных ног, куда хочут, куда каждая по себе, куда хочет. Смехнуть это только на ЦНС, подождите, на мозг, а кровоснабжение, ну, вы же уже не можете выкинуть его лимфатическую систему, тоже ж не выкинешь. Оно все целостно. Давайте уже на тело смотреть и с позиции сознания единого. Если наше сознание создает это тело и создает его как декорацию к той реальности, которая создает вместе с этим телом, тогда надо найти, что это не один мозг. Да? Просто сейчас это вынесено на мозг. А мозг чувствовать не умеет. Убрать мозг надо. Мозг чувствовать не умеет, а чувствует вилочково. Конечно. Мы здесь чувствуем, мы живем чувствами, мы воспринимаем информацию через призму чувств, и мы через призму чувств разворачиваем реальность. И если говорить изначально, то стартовое чувство, с которым развернута реальность, это любовь, это чувство. Это чувство вот этого яркого, солнечного света, которое есть в каждом человеке. Чувство себя. А это есть чувство себя, да. И при этом смотри, себя, а это я одно и то же. Это одно сознание у всех. У всех, да. Абсолютно у всех одно сознание. Оно просто персонифицировано дальше через информационный фильтр и, соответственно, через тело физическое. Оболочки разные, чтобы разный угол восприятия, играет через разное отражение физического тела. И тогда мир красив. И тогда мир красив, и тогда это одно сознание может основать себя с разных граней. С разных граней. Одновременно отсюда, отсюда, отсюда видеть, и при этом видеть самого себя в отражении другого человека. Да, и мы всегда видим себя в отражении другого человека. И в этом красота этой игры, красота мира. Да. И ты можешь просто наслаждаться жизнью и создавать то, что тебе... То есть создавать осознанно, не спать, не ходить, как робот, а создавай. Но тогда это про свободу. Конечно. И тогда свобода и любовь полностью неотделимое понятие. Они во все тяжкие. Да, да, да. Во все тяжкие – это о болезни, о вирусе. А здоровье – это когда любовь – это свобода, здоровая свобода. То есть это о целостности. Смотри, даже вот мы говорим часто о целостности. Что такое целостность? Это же здоровье. Вот ты целый организм возьми, здоровый, отломи кусочек там или ущипни, он уже не целостный. Он уже больной. Так вот, о целостности, но если уже перейти к целостности, тогда, дорогая, врач-офтальмолог, врач-гинеколог, уролог, кто там еще, проктолог, их там много, ологов, да? Это же все не про целостность. Поэтому эндокринолог выписывает сразу гормональные таблетки в расчете, что поправит там, например, один орган, ну вот щитовидную железу, вот там выпишу такой-то гормон, ну и оно хлоп и щитовидка заработает. А нифига. Хлоп и вырубило все остальное тело. И потом, или как миому лечили у женщин раньше, гормон прогестерон, да? Миому. Сколько женщин лечилось прогестероном? И вдруг, через десятки лет они узнали, что прогестерон выращивает его. Да, я такого не слышала. Меня аж смех разобрал. Так до сих пор лечат, до сих пор выращивают. Это знаешь, на что похоже? Да на табелизм. Это да, это на сбой в организме на самом деле. Если взять по образу и подобию, это вот допустим, взять организм, мы же сейчас и говорим про... А взять по образу и подобию организм, это вот допустим, если вдруг почка, вот сейчас ты услышишь про болезнь, вдруг почка решила, я лидер! И знаешь, бомбанула порцию чего-то там, да, и другие органы, тыц, тут другой орган, как? И начала, начинается борьба, начинается внутри в организме сбой. Вот это ты мне рассказываешь про врачей, это я вижу это вот в таком ракурсе, точно в таком же. То есть это то же самое, что ты взял молоток, так, я возьму небольшой молоточек, потому что ноутбук, он не такой большой. И так, я тут вирус, удалю вирус, когда нажимаешь на какую клавишу, на эту, значит, тунь по клавишам. Клавиша это виновата. Ну, в конце концов, ты так повышебаешь все клавиши, а вирус-то остался совсем не там. Осталось разбить монитор, и все, можно на кладбище. Ну, так и происходит по образу и подобию. Полностью, человек доверяя, то есть полностью вынеся свою силу во внешний мир, он спя, вот просто пустая, ну, оболочка, ходит и доверяет абсолютно любому человеку, доктору, кто там, кто скажет. Он даже не проверит, насколько это человек опытен, ни на сколько. Вот по блату ему там сказали, он пошел. Тот человек в него забрасывает это ядрышко. Другой человек, другой, и там начинается химическая реакция. Это все правы на соответственности. И вот это дейто, когда вынес ответственность, заполняется ложью. Просто ложью, самому себе. И не важно, тебе это зеркало соврет, или ты сам себе соврешь, но это будет ложь. И это будет во всех аспектах. Не важно, это будет медицина, это будет там образование, это будет не важно. Даже вот сегодня просто с утром ржала, опять-таки ролик увидела, пока чай пила, священнику там. Какого-то борода-то священника толстого начала мне подкидывать. И ему задают вопрос, там слушательница, говорит, почему священники ездят на дорогих автомобилях, ну там за миллионы покупают. Ну это же стыдно, прихожане же так не живут. Потому что на приходские деньги покупаются. И этот священник вдруг пошел ва-банк и говорит, они на дешевых машинах, надо было еще дороже. И говорит, ни один священник не купил сам машину. Им всем, ему всем, им всем священникам дарят машины прихожане. Вот просто берут и дарят. И ты знаешь, а вот смотришь на это и понимаешь, ну... И хочется сказать, прихожане, ну вы хоть немного откройте так глаза, да, хотя бы за ресницы. За ресницы. За ресницы. Ребята, это уже даже не на ушах лапша. Да, да, да. Это вас уже вообще помоями облили. Да, да. Ну хоть как-то. Но это все правильно на соответственности в любом случае. Это совсем о мертвом теле. Когда уже глаза даже уже открываются. Да, уже труп, уже глаза не открываются. А все равно продолжают Бога выносить. Нет. Обесценивать. Обесценивать. Уже вот это же уже просто ложь как помои уже звучит. Это уже крайняя стадия деградации, когда надо сказать себе стоп, ребята, ну так не должно быть. Ну задумайтесь, ну где разум? Где разум? Просто один момент научиться говорить тебе стоп. Открой глаза и посмотри. Вот что ты сейчас слышишь? Задумайся. У тебя же еще мозг есть. Интеллект там худо-бедно тебе какой-то достался от твоей матери. Даже от самой затоптанной женщины хоть что-то достается. Мужики зря топчут, потому что интеллект детям идет по материнской линии. И как ни крути, женщина передает потомство интеллект. Именно женщина, да. И если вы хотите иметь тупое потомство, затопчите ее. А что они могут хотеть, когда мужчины точно так же роботы-автоматы. Ну, то есть программы. А как машина может что-то хотеть? Вот оно и все. Мы же не пробуждаем, то есть мы не просыпаемся на самом деле. вернуться к любви. Общество может только через свободу, через возвращение свободы. Свободы в любви. И начинать здесь надо, смотри, из самых больших поработителей сознания. Это из религии. Они должны сесть за стол переговоров и прийти к одной концепции, и концепции освобождения сознания, возвращению ответственности и бога в человека. Без этого никак нельзя. Иначе будет полная деградация. Но для этого они должны стать искренними. То есть должны прийти искренне. Перебороть жадность. Перебороть уже о многом говорит слово. Победить дракона. Либо штык в заднее место. То есть страх. Да. Только так. Только так. Видишь, для этого надо сила. Для этого надо сила и мудрость. Только не та сила, которая... Не воинствующая сила, а именно сила мудрости. А именно внутренняя сила того, кто решится на объединение и на... Это есть мудрость. А мудрость... Нет ничего сильнее мудрости. Да. Мудрость. А мудрость – это тоже свобода. Да. Но вернув ответственность и бога в человека, общество выигрывает сразу в развитии. Сразу в развитии. И дальше идет процесс действительно другое образование, другая медицина, другая наука, другое развитие, другое общество, другая осознанность. Все. Это общество богов. Соответственность и начинается общество богов. И я верю, что это точка старта в Беларуси. Белой Руси. Белая Русь. И это про любовь. Это класс. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова